Уважаемые коллеги, друзья, как уже сказала Алексей Павлович, государственная поддержка сохраняется и традиционно мы ожидаем, что по итогам второго полугодия мы можем рассчитывать на дополнительные вливания, если мы достаточно успешно с вами освоим все деньги, которые сегодня выделили. А выделили нам на этот год по колодости 4,7 миллиарда рублей. И если учесть, что у нас ежегодно где-то треть уходит на малые формы хозяйствования, то и мы в этом году рассчитываем при вашей активности в подаче документов, также не менее 1,3 миллиарда рублей уйдет именно на развитие наших малых форм и фермерских хозяйств. И среди этих поддержек, вот просто назову, что за счет средств федерального бюджета также сохраняется субсидия на поддержку собственного производства молока, на поддержку овцеводства, газоводства, на поддержку племенного животноводства, мясного животноводства, на производство шерсти. В общем, сохраняется субсидия на уплату страховых премий в области животноводства, что немаловажно для грантовой поддержки. В области за счет также федеральных денег сохраняется субсидия на поддержку производства молока, в части средств на растеневодство, это поддержка элитного семеноводства и опять-таки поддержка в области растеневодства. Вы знаете, что в последние годы оказание несвязанной поддержки идет избирательно по тем группам фермеров, которые требуют поддержки, наибольшей поддержки и развития, и с этого года, в этом году, несвязанная поддержка будет идти не на овцеводство, а именно на развитие растеневодства в восточных районах Ростовской области. Но, опять-таки, традиционно за счет средств областного бюджета губернатор всегда дополнительно выделяет еще отдельно финансирование. Так вот, сохраняется финансирование на поддержку молочного скотоводства в виде размещения затрат на оборудование машины и механизмы, на приобретение племенного молотника крупного рогатого скота, молочного направления. Сохраняется субсидия на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие предприятия. Сохраняется субсидия на производство незавиденного активного гулиного мяса птицы в живом весе. Растеневоды могут рассчитывать на субсидии на фосфоросодержащих давление в ботпарке или взять, взять на фито-генеративные мероприятия. И в рамках сохранения благородия почв уже не первое десятилетие, так сказать, продолжается поддержка наших секторов по агрохимическому обследованию пашни. Кроме того, расширяются программы по мелиорациям, расширяются программы по закладке многолетних удобрений, и здесь есть как бы новые направления для развития. Особым, наверное, если все эти поддержки, о которых говорим, они направлены на уже поддержание сложившегося бизнеса, то те самые граждовые поддержки, которые с 2012 года, это как бы некий стартовый капитал для тех, кто хочет либо начать бизнес, либо вывести его совершенно на новый уровень, именно на ступеньку вверх, и не оставаться в текущем состоянии. Вот на такие спецпроекты, как начальная лимит у нас составляет почти 400 миллионов рублей, и для фермеров спецпроекты остаются в виде крантов на развитие семейной фермы и крантов АК Стартам. На кооперативы это кранты на развитие материально-технической базы, на возмещение затрат по приобретению имущества в кооперативу и возмещение затрат на лизинговые платежи. Если немножко подробно остановиться, что гранты АК Стартам и субсидии кооператива – это составные части национального проекта. То есть национальные проекты, они продолжают работать, и мы рассчитываем, что мы будем также в будущем увеличивать финансирование по этим направлениям, если в области будет в этом потребность и активное участие наших фермеров и кооперативов в этих поддержках. Вот по грантам АК Стартам начальный лимит – это 52,4 миллиона рублей. В прошлом году по итогам первых транших эти суммы были увеличены, и рассчитываем, что в этом году, если будет большой спрос, надеемся на увеличение лимита. По субсидиям кооперативам в этом году у нас первоначальный лимит – 17,1 миллиона рублей. И мы уже неоднократно на совещаниях с муниципальными образованиями, с фермерами, с кооперативами говорили о том, что вот эти программы по развитию и расширению малого бизнеса, начиная с 2022 года, будут больше уходить в сторону поддержки кооперативов. То есть будет сокращаться точечная поддержка фермеров, но при этом поддержка кооперации будет увеличиваться. И причем по самому слову государственной поддержки, субсидии, которые будет получать кооператив на приобретение оборудования, техники, перерабатывающих комплексов, а также животных, оно по решению кооператива может оставаться либо в нигелемом фонде, либо передаваться членам кооператива фермерам в пользование. То есть фермеры не лишаются государственной поддержки, но как бы и путь этой поддержки идет через объединение, через кооперацию. Вот эта кооперация нужна нам для того, чтобы составлять определенную конкуренцию, наверное, именно в реализации переработанной продукции. То есть чтобы фермеры оставались не производителем сырья, а именно уже выходили на новый уровень и создавали переработанный продукт на базе капиталов. Или это подработка, или это убой, или это производство молочных продуктов. И уже выступали на рынке продовольствия не сырьевыми источниками, а полноценным участникам продуктов питания. Поэтому вот здесь надо уже с этого года тоже задумываться, что в принципе и на следующий год по распределению лимитов будет сокращаться размер грантовой поддержки фермеров, но увеличиваться размер поддержки кооперативов. По традиционной рамках государственной программы развития сельского хозяйственного и регулирования рынков сельхозпродукции у нас в госпрограмме сохраняются гранты на развитие семейных ферм, гранты на развитие материально-технической базы кооперативов и возмещение затрат кооперативов за счет лизинговых платежей. Что касается грантов на развитие семейных животноводческих ферм, то с этого года условия государственной поддержки будут отдавать преимущество тем фермерам, которые не арендуют помещение, а которые готовы, так сказать, участвовать в создании новых помещений, то есть либо в строительстве, либо выкупать те помещения, которые сегодня пустуют, используются неретабельно или разваливаются, и покупать такие помещения, восстанавливать их, реконструировать, оснащать современным оборудованием и таким образом создавать именно не арендный рынок, так сказать, а именно создавать основные средства производства. По грантам на развитие материально-технической базы кооперативов, в принципе, в данной поддержке их приоритеты также остаются молоко, мясо, овощи, и получателями данной поддержки могут быть кооперативы как снабженческо-сбытовые, так и перерабатывающие. В остальном все условия остаются прежними. И возмещение затрат кооперативов на лизинговые платежи – это поддержка для кооперативов, которые работают первый год в основном, потому что по условиям грантовой поддержки получателем гранта может стать кооператив, отработавший не менее 12 месяцев, и чтобы за эти 12 месяцев уже начать свою производственную деятельность и сплочение коллектива, и понять, и выработать какую-то программу уже на практике. Данная поддержка на лизинговые платежи позволяет кооперативам в первый же месяц создания взять в лизинг машину, оборудование, какую-то технику, и уже начать на этом основном средстве производить работу. Если говорить о размерах, то гранты на развитие семейных животноводческих ферм на сегодняшний день максимальный размер грантов 30 миллионов рублей для молочного животноводства. Те мясные фермы, которые планируют заниматься безвыпасным откормом, 13,2 миллиона рублей, мясное скотоводство на традиционное выпасное это 5,4 миллиона рублей, и все остальные направления это до 3 миллионов рублей гранта. Гранта на развитие материально-технической базы сохраняет свой максимальный размер 70 миллионов рублей. И по возмещению затрат на лизинговые платежи компенсируется 2 трети авансового лизингового платежа, и в последующем в течение двух лет компенсируются текущие лизинговые платежи, также в размере 2 трети. Ну, если коротко, то у меня все, то готов ответить на вопрос. Спасибо, Татьяна Николаевна. Какие вопросы к Татьяне Николаевне? Все ясно, неужели? Есть вопрос к Татьяне Николаевне. О, Елена, да, пожалуйста. Татьяна Николаевна, можно ли использовать формы документов, которые сейчас размещены на сайте Минзекоспрома области, для подготовки пакетов документов на гранты, в растортах и семейных пирсах? Если нет, тогда примерно будут доведены формы документов на 20%. Вопрос хороший, вовремя задан. Как задал Алексей Павлович, мы сейчас завершаем формирование нормативно-правовой базы, то есть идет последнее согласование с правовым управлением правительства. В настоящее время проекты, формы будут немножечко откорректированы, поэтому, да, сейчас, может быть, в каком-то белом варианте их не стоит использовать, но эти формы будут взяты за основу. То есть принцип остается такой же, что то заявление, которое там сейчас висит на сайте, к нему прикрепляется приложение, в котором вы будете уже на стадии заявления фиксировать те обязательства по объему производства, которые в течение пяти лет вы должны будете обеспечить. Поэтому уже, как бы, так сказать, подписывая свое заявление, вы должны осознанно понимать, что те цифры, которые вы написали, они будут перенесены потом в соглашение, и будет ежегодный мониторинг их выполнения. Второй момент, что касается бизнес-плана, он в прошлом году был откорректирован. То есть на что там тоже обратить внимание? Первое, это, опять-таки, на объемы производства и объемы реализации, которые вы будете прописывать в бизнес-плане. Мы уже сколько, 10 лет программы, и 10 лет говорим, что бизнес-плана – это основной документ не просто для получения гранта, но и в последующем для подтверждения выполнения своих намерений. Поэтому обратить внимание на объемы производства и реализации. И в прошлом году мы ввели раздел, мы его ввели, мы его расширили, раздел – это направление сбыта продукции. Здесь, то есть мы ушли от предварительных договоров по сбыту продукции, но при этом бизнес-план становится тем основным документом, из которого комиссия увидит ваше намерение по сбыту продукции. И если вы, как бы принцип нашей ввальной оценки такой, что за сбыт продукции в кооперативы дается наивысший балл. Потом идет, снижаются баллы, если вы сдаете напрямую на перенаплатывающие производства и если прочие направления. Так вот, мы для того, чтобы заработать выше балл, вы должны тогда понимать, что если вы всю продукцию готовы в течение пяти лет реализовывать через кооперативы, тогда вы отмечаете это в бизнес-плане как единственный источник сбыта. Неважно, какой кооператив вы будете сдавать, сегодня с одним работаете, завтра с другим, послезавтра с третьим, но сам факт, что вся ваша деятельность будет строиться через кооператив, тогда вы получаете высший балл. Если все-таки вы не хотите так рисковать, и вы оставляете для себя смешанные каналы сбыта, то бальная оценка будет присваиваться по наименьшему принципу. Поэтому вот, если мы говорим о документах, то да, бизнес-план тоже нужно взять за основу, уже начинать разрабатывать его, но при этом, говорю, обратить внимание на два вот этих момента, это объем реализации и каналы сбыта. Потому что, опять-таки, с прошлого года мы более четко прописали, это требование было всегда, но оно было нечетко выражено и приводило, к сожалению, к недобросовестному, так сказать, выполнению своих обязательств по гранту. Поэтому в прошлого года в соглашении четко прописывается, что получатель гранта в течение пяти лет дан права пятилетнего соглашения не должен ухудшать условия бальной оценки. То есть вот те баллы, если вам бал присвоен был за животноводческое помещение, которое на момент участия в гранте состояло и соответствовало ветеринарным требованиям, и вам присвоили высший балл, то впоследствии, если вы и хотите поменять это помещение, но есть производственная необходимость приехать в другой район, или вы построили новое свое уже, то данное, вы, во-первых, должны будете свести к мицельхоз, и данное помещение не должно быть по ветеринарным требованиям хуже, чем когда вам оставлялась бальная оценка. И точно так же, с каналами сбыта, если вы себе в бизнес-клане осознанно поставили, что вы будете только все пять лет работать через кооперативы, и, к сожалению, если получится так, что вы начнете работать с иными структурами, то это тоже будет нарушением бальной оценки. Поэтому у нас бальная оценка, она сделана по принципу добровольной конкурентности. То есть вы выбрали не у нас, вы не у государства выбрали, вы выбрали у такого же фермера, ну между, вы соревнуетесь между собой фактически, не с нами, вы между собой. Получается, что вы, так сказать, дали лучшие условия, чем ваш товарищ, вы выбрали, и потом вы раз, эти условия тихенько поменяли. Наверное, это нечестно по отношению к своим, так сказать, коллегам фермера. А с точки зрения законодательства по контролю за расходованием бюджетных средств, это называется, другими словами, которые мы сейчас не будем говорить, это специальные органы, которые трактуют наши действия по изменению условий бальной оценки немножко с другого стороны. Поэтому, возвращаясь к начальному вопросу, за основу эти формы взять можно, потому что они практически не поменяются. И в течение где-то числа до 11-го мы планируем эти формы разместить на сайте уточненные формы и направить в муниципальные районы через рабочие группы для того, чтобы дальше можно было с ними работать. Но еще раз повторю, для того, чтобы начать уже работу, можно почитать и начинать в черновом варианте. нам понравились по тому типу по поводу слов. Почему я не так говорю? Хорошо. Значит, УИ, в принципе, то есть в этом году, видите, мы вернулись в график последнего 2018-2018 года, когда мы планируем гранты распределить уже в первом полугодии и перечислить средства фермерам уже до 1-го июля, чтобы вы могли нормально полугода следующий функционировать и уже обеспечивать объемы производства. Но так как гранты это процедура конкурсная, то нам потребуется на это время. Значит, как и в прошлом году, прием документов составит порядка 30 дней. Мы планируем уже где-то после 20 марта объявить о начале приема документов. И прием документов будет длиться порядка 30 дней, где-то опять-таки до 3-й декады апреля. Я сейчас тоже не можем называть конкретные, но по крайней мере мы себе такую задачу поставили и мы стараемся будем идти к ней стремиться. Но по крайней мере то есть прием документов в апреле он состоится. Соответственно конкурсная комиссия тоже постараемся не затягивать с членами конкурсной комиссии рассмотреть где-то май месяц и начало июня, чтобы, как я уже сказала, к концу июня эти средства распределить. И убедительная просьба вот чтобы мы выдержали такой график, поэтому хороший был вопрос. Уже сегодня надо начать работу над документами вот и самое главное тех, те, особенно агростартаповцы, те, кто еще не связан был с бюджетной системой, хотелось бы обратить внимание, что прошлого года уже весь бюджет, все субсидии переведены на работу в электронном бюджете. Это есть такая система обслуживания казначейского сопровождения, поэтому у тех, кто претендует на государственную поддержку, должны быть электронные ключи с подписями уже оформлены, сделаны, бухгалтера должны начать обучаться или уже уметь работать в системе электронный бюджет, потому что чтобы мы с вами на этапе по итогам решения конкурсной комиссии не тратили время на открытие электронных кабинетов, на получение ключей и так далее. И здесь такая должна быть работа пройти взаимно. То есть мы со своей стороны постараемся вот уже с нормативными документами, с формами быстро выпустить, а вы, пожалуйста, подготовьтесь с точки зрения работы в электронном бюджете. Спасибо. Елена, есть еще вопросы? Вопросы с Аксайшем Владимиром. Кто там наш? Аксайский Владимир, как подходит в Ситаловском Бухах, и на зарегистрированном покупателе? А можно повторить еще раз? Как подтвердить статус КФХ, и на зарегистрированном покупателе? Тоже хороший вопрос. К сожалению, в прошлом году, ну, может быть, не к сожалению, сам факт, в прошлом году действительно произошли изменения в регистрационной системе фермерских хозяйств, где мы с вами при регистрации лишились, так сказать, технически, я имею в виду, технически, не по содержанию, а технически лишились статуса фермерского хозяйства. И буквально вот в конце января, в середине февраля было два съезда, съезд кооператоров федеральных, съезд фермеров федеральных, эти вопросы фермеры всей страны поднимали. Значит, ответ мне сельхоза России, что работа с ФНС по возвращению строчки глава КФХ ведется, но на этапе пока еще идут организационные технические мероприятия, мы с вами в пакете документов, вот которые вы будете готовить, будут предусмотрены информация о стандартной форме, в которой вы, как зарегистрированный ИПР, сообщите комиссии, что работаете в статусе фермерского хозяйства по нормам, установленным федеральным законом 74 ФЗ. Тем самым, для комиссии, для последующих решений, вы подтверждаете, что вы, да, юридически вы зарегистрированы как ИПР, но по организации своей деятельности выстраиваете ее согласно 74 ФЗ. Поэтому еще раз настоятельно всех прошу, прочитайте федеральный закон о крестьянском фермерском хозяйстве, номер 74 ФЗ. Там есть отличия от деятельности в качестве простого ИПР. поэтому если вы такой документ подпишите, то вы, соответственно, должны будете определенные правила соблюдать. Ну и на все. Вопросов больше нет? В зале тоже нет вопросов. Хорошо, спасибо, Татьяна Николаевна.